Делайте ставки в MarathonBet Я вылазку на 15 метров от подъезда в сторону Для того, чтобы поговорить с вами о футболе Об актуальных событиях Нельзя пропускать полуфинал Лиги Чемпионов Вы же часто мне задаете вопрос Почему так мало о международном футболе Вот сегодня, тем более, что мы вне студии Не можем сделать полноценный выпуск Сегодня снова реплика И она будет полностью посвящена футболу международному Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов Это всегда очень большое искушение Кажется, что многое прояснилось Но на самом деле ничего проясниться не может Большие клубы Возьмем, например, такую локальную дискуссию Как давно идущую Нужны ли голы на чужом поле как бонус То есть нужно ли, чтобы гол на чужом поле Считался при равенстве других обстоятельств за два И давал преимущество команде Почему говорят, что это устоявшее правило Да потому что просто крайне мало кто В случае, если встречаются команды близкого класса Крайне мало кто вообще строит смысл Противостояния в том, что мы дома сыграем круто А на выезде как-нибудь отобьемся В основном существует стратегия первого и второго матча То есть первый матч осторожно Что-то мы запасаем, что-то откладываем А вот во втором уже действительно Все карты на стол, игра ва-банк В случае чего, ну сами понимаете Вы скажете, что есть обратные примеры Ну как, например, двухлетней давности Противостояние Барселоны и Ливерпуля Действительно, разгром Ливерпуля в первом матче Более убедительный разгром Барселоны во втором Но ведь на самом деле только подтверждает Логичность подхода Вот именно того, что есть первая игра, а есть вторая Раньше вторая все равно ничего не решится Математически это где-то так и получается Даже крупная победа в первом матче не дает гарантии И то, что мы увидели в матчах Челси и Реалы и Сити против ПСЖ Это в принципе подтверждение этой простой тенденции Которая, конечно, усиливается еще и в ситуации пандемии Когда все стадионы, по сути, нейтральны Болельщиков на них нет Челси, Реал, вернее Реал Челси, конечно же Это гораздо более яркий пример вот такой осторожной игры Преимущество, полученное Челси в первом тайме Даже в первом тайме не воплотилось в счет Уже по итогам первого тайма счет был 1-1 Хотя, если мы сравним, допустим, гол Пульшича, который забил Челси Мы увидим, что это плод доминирования Челси в средней линии Плод более целенаправленной игры в атаке И до того были моменты В частности, великолепный сейф ногой Тибу Куртуа Когда Тима Вернер бил в упор Тима Вернер, да, действительно Уже в этом году стал притчей во языцах Кстати, если такое выражение на немецком, просто интересно Как немцы в этих случаях выражаются Я очень мало знаю немецкий, в основном с фильмов о войне Поэтому, может быть, это называется Вернер Капут по-немецки Черт его знает Короче говоря, при том, что гол Челси стал следствием, безусловно Того, как была построена игра команды в первом тайме Мы знаем уже, что Тухель даже специально вернулся к команде И произнес некую тактическую речь, короткую Увидев состав Реала, увидев, как Реал, так сказать Выставился в этом матче И изменил задание Маунту Что дало преимущество Реалу Извините, Челси в центре поля В сравнении с этим, гол, который забил Карим Бензема Он абсолютно спонтанен И он, в смысле, нелогичен Он логичен, потому что Карим Бензема великий игрок Но он совершенно не вытекает из хода игры Это важно И можно восхищаться Но это мастерство одного игрока Это не означает, что Реал нашел противоядие против и кричался в первом тайме У второго нашел У второго Зидан все снова баланснул И, ну, надо сказать, что у Зидана не особо много вариантов-то было Я не думаю, что он стремился удивить Челси Тремя защитниками центральными в стартовом составе Он просто пытался сбалансировать ситуацию Когда на краях у него не было полноценных футболистов Потому что, конечно, Марселу в сравнении с Минди уже стар И его всегда больше тянуло в атаку Я совершенно не согласен с тем, что Марселу не умеет играть в обороне Это неправда Марселу всегда великолепно защищался один на один И у него даже бывали случаи, когда он выполнял, по сути, персональные задания в матче Когда это требовалось Но тем не менее, сегодня Марсел, конечно, уступает Минди То же самое касается и Карвахаля Справа, который является игроком первого выбора для Реала на этой позиции Но он не так разносторонен, как Лукас Васкис И он, к тому же, тоже только после травмы Я думаю, что все эти проблемы Именно этих проблем у Реала во втором матче, скорее всего, не будет Так вот, к чему я веду В итоге мы увидели, что чаша весов заколебалась И, в общем, не дала Челсе какого-то особенного преимущества Ну да, 1-1, конечно, это счет, который позволяет Ну, по крайней мере, начать с более закрытого варианта вторую игру Но все же, играя против Реала Ни одна команда не может уповать Тем более в матче такой значимости На то, что она сыграет насухо Поэтому, в сущности, это пауза В сущности, мы пока ничего нового не узнали о противостоянии Реала Челсе В сущности, в третий раз мы смотрим Реал В России, увы, с этим не все хорошо Но есть приятные исключения Взять хотя бы футбол Все респектуют Краснодару Все Можно за него не болеть Можно посмеиваться над идеей играть только своими воспитанниками Но ведь проект крутейший И побольше бы таких Сергей Николаевич, мое уважение Здорово то, что частные проекты существуют не только в футболе Один из крупнейших игроков на отечественном рынке банкинга Альфа-банка Что же частный? И он предлагает отличный вариант, чтобы приумножить деньги Накопительный альфа-счет Именно та штука, которая сделает вас богаче 6% годовых, начиная с первого месяца Ну о чем еще мечтать? Такого нет больше ни в одном банке Открыть счет можно в любом отделении Альфа-банка Ну или онлайн Если вы такие же занятые и продвинутые, как я Помимо высокой ставки Альфа-счет можно пополнять или снимать с него деньги Без потери процентов Делайте, что хотите Обогатитесь в любом случае За сохранность средств не переживайте Альфа-банк надежен Это проверено временем Переходите по ссылке в описании Открывайте альфа-счет И делайте из своих денег больше денег Как их потратить? Разберетесь сами Не маленькие Удачи Курица чертова Что летать что не умеешь? Вот бывает все Это правильно Уйди Отвлекает Уйди, я сказал тебе Педагогическая обезьяна Может ты еще на меня не засядешь? Вот Все с товарищем пришел У Манчестер Сити Есть потрясающие болельщики Их не так много Как у Юнайтед Но это братья Галлахера Из Оазиса Как назвал Один из них Я их путаю Я плохо в музыку разбираюсь Еще хуже, чем в футболе Назвал один из них Неймара По этому первого тайма По-моему Мелкий позорный мудак Ну Это перевод с английского Поэтому Здесь наверное Может быть Не мудак Может быть Какое-то другое слово Но Тональность и сна Выражаясь образно Не логично А образно Реал отыгрался В матче с Челси Делаю я небольшой флешбек За счет того Что просто Вот в этой команде Есть великие игроки Которые могут сделать результат И могут вытащить игру При том Что в общем Сама игра Складывается не в поле своей команды В ситуации с Сити И ПСЖ Такой командой Которые вот Есть такие футболисты Которые делают на них ставку Это конечно же Париж В первую очередь Париж Сити это команда системы Хотя в ней тоже есть Выдающиеся футболисты Но это в первую очередь Команда систем И Что касается парижан То как раз Стратегия Почетина Ну или не стратегия А то что по итогу У него получалось Это была ставка На первый матч В первом матче Команда добивалась Успеха И во втором Защищала свой результат Я честно говоря Так и ждал От ПСЖ Более активного Чем Сити Начало Я не очень понял Почему Сити Был так сметен В первом тайме Так осторожен Так я бы сказал Даже робок В общем Даже не знаю С чем можно сравнить Эту робость Ну Вот так и не подащу сравнение Не хотелось сказать Что-то про первый секс Ну Наверное Тут робость Далеко не с тобой Присуща Не судя по себе Как говорится Вот я и не буду Короче говоря В результате Казалось бы Вот упрекают Люди Почетина За то что Во втором тайме Команда Решила отстаивать Своё преимущество Я не думаю Что решила Отставить преимущество Я думаю Что это Совершенно нормальная Была ставка На то что Что впереди есть Неймар и Мбаппе Которые так или иначе Что-нибудь придумают Я говорю Так расплучито Потому что В данном матче Они ничего не придумали Мбаппе вообще Ни одного раза Не ударил поворотом И с ним Это в Лиге Чемпионов Как говорят статистики Они всегда врут Но может быть В этот раз Говорят правду Видимо С Мбаппе В Лиге Чемпионов Это впервые Как это получилось Вот На мой взгляд Это необъяснимо Да Безусловно Сити перестроил В втором тайме Еще бы не перестроил Интересно Мы имеем дело С Гвардиолой Он бы в любом случае Перестроил бы игру В втором тайме И если бы Сити Вел в счете То же самое Произошло бы Вот Он всегда это делает Но главное Что Невозможно Объяснить Почему Ни одного раза За весь второй тайм Ни Мбаппе Ни в сущности Неймар Не имели голевых шансов Играм Мбаппе Наиболее в этом смысле Показатель Кто-то скажет Что голы Сити В этом смысле Случайно Ну Вы знаете Когда ты много Времени проводишь На чужой половине поля Не важно Из чего возникнет гол Может быть Вырастет Из расчерченной По Самым идеальным Лекалам Комбинации А может быть Он возникнет Вот таким вот образом Из штрафного удара В одном случае Развалилась стенка А вот В случае с голом Ну вы знаете Друзья мои Это такой позор Упрекать в этом Голике и Лора Наваса Это просто позорно Понимаете Там существовала угроза Того что это подача Я называю такие голы No touch goal Знаете Есть выражение No touch pass Когда Ты не касаешься мяча Ну не ты и не я А вот футболист на поле Не касается мяча И это и оказывается Самым неожиданным ходом Когда мяч проходит Другому игроку И он оказывается Свободен No touch pass В данном случае Это no touch goal В сущности Потому что Это Это могло быть Подачей Направленной в ворота Но опаснее всего бывает Когда в итоге Никто не касается мяча Ведь вот это до последнего ждет Что будет удар Будет борьба Мяч может быть в совершенно другую сторону А он в итоге Опускает свои ворота Хотите называть это случайностью Хотя что за случайность Дебрюни так и бил Может у него слишком точно получилось Слишком круто получилось Ну да Вот иногда так получается Но это точно не ошибка Науса Наус должен быть Будет готов к любому развитию событий А события развивались так Что именно эта готовность И лишила его времени На последнее решение На последнее спасение Это при том Что Наус вообще Король игры на линии Поэтому с тем что ошибка Науса Я совершенно не согласен Не солидарен И только под пыткой Соглашусь признать Что это была ошибка вратаря Надеюсь что я этого избегу Избегну Даже вот послезился При мысли об этом В общем В случае с ПСЖ Мне кажется Вот я сказал уже Что первый матч Это искушение Но здесь не впасть в искушение Просто невозможно Мне представляется Что вот в этой паре Исход борьбы Практически предрешен Я не очень понимаю Каким образом Сити Может Проиграть Второй матч Я даже не говорю домашний Я говорю второй Поскольку Эта команда Достаточно долго Не могла Преодолеть У нее уже При Гвардиоле Возник свой такой Мем внутренний Четвертьфинал В четвертьфинале Так или иначе Сити проигрывает Вспомните Сколь ужасным было Поражение от Тоттенхэма Например Вспомните Что Ну Как это вообще Бывало Поражение с Тоттенхэм Это какое-то Небольшое расстояние Которое Которое оказалось В офсайде Агуэро Забивая Оказал за победный гол И то же самое расстояние Которое отделило При голе Льоренте Попадание мяча в руку От попадания мяча в тело Ну Это просто невозможно Это очень круто Но это порождает Я думаю Страшные комплексы Сейчас этот комплекс У Сити преодолен И вот Когда В неудачно Складывавшемся Сначала Первом полуфинале Сити переворачивает Игру И заканчивает Ее уже убедительно Уже доминируя И мало того Но Мбапе Ни одного удара Не нанес Понимаете Что это означает Какое это дает Внутреннее убеждение О том Что все сделал правильно Соперник В том случае Сити Я полагаю Я полагаю Что не просто На ответный матч Сити выходит С положительным балансом В счете А еще И с абсолютной Раскованностью Уже нечего бояться Просто нечего бояться Нечего комплексовать Нечего Придумывать Гиперсложные планы Эту игру Которую нужно Довести до конца Уже есть запах крови Я много вижу Критики Почетина Сейчас О том Что Можно изжить Почетина Из Тоттенхэма Но нельзя изжить Тоттенхэм Из Почетина Дескать Вот трусливая тактика Парковка автобуса В ответных матчах В предыдущих играх Ну и так далее Вы слышали Все эти аргументы Уже Я думаю Нет Я думаю Что просто-напросто Почетина Ожидал Большего От своих лидеров И Он должен это делать Когда у тебя в команде Одновременно Мбапе И Неймар Ты должен давать им Большую свободу Иначе они не будут играть Иначе у тебя будет С ним постоянный конфликт А вот эта ставка Не сработала Поэтому К черту Укройки Почетина Не думаю Что Не думаю Что По-настоящему Подрешил нас ход матчей Но рискну сказать Что Сити в финале А вот Кто будет с той стороны Конечно Отчаянно интересно Честно говоря Я очень не люблю Тухеля Прям вот не могу Объяснить себе Почему Какая-то у меня к нему Извините за умное слово Идиосинкразия Поэтому я все-таки Буду болеть за Реал Я не знал За кого буду болеть Перед началом этих матчей Потому что И Реал и Челси Я очень люблю Но сейчас Почему бы это В данном случае Но вот сейчас Я думаю Что Буду я болеть за Реал И за битву Двух лысых тренеров В финале Чемпионской лиги В прошлом году Они играли На ранней стадии И по-моему Это были Очень запоминающиеся матчи Хочу еще Вся наша жизнь Играет И если ты не глуп Ты понимаешь Во что ты играешь Здесь этот мир Как большой Футбольный клуб Субтитры подогнал «Симон»!